Музыка Кордов Гиннеса как самая низкая набережная в мире 20 сантиметров от уровня воды Я просто для примера В Венеции минимальная высота 30 сантиметров У нас 20 Ее никогда не забивает Вообще Сама по себе бухта уникальна Она уникальна Мало того, что своим профилем Который не позволяет Штормам разыграться здесь А во-вторых Она уникальна еще своими глубинами Вот место, откуда мы отходили сейчас Это одно из самых мелких мест В Балаклавской бухте Я вам буквально через 2 минуты покажу место Где в свое время стоял корабль Длина корабля Порядка 120 метров И он стоял лагом Как мы говорим Бортом Прямо у стенки набережной У стенки набережной глубина 8 метров В 2004 году По официальным данным Балаклаве исполнилось 2500 лет Но это официальные данные Это ерунда Она гораздо старше На самом деле Откуда пошло Летоисчисление Балаклавы Это просто одно из первых Писменных упоминаний о ней А это Гомер Одиссея И вошли мы в узкую бухту Но я так не в стихотворной форме И вошли мы в узкую бухту Где нет ни волн, ни витру Где скалы сходятся и расходятся Когда мы будем возвращаться назад Я вам этот момент покажу Как бухта открывается И как она закрывается Вообще Благодатнейший край Великолепнейшие места Более того скажу Это я так Орден на груди протираю За всех балаклавцев Прекраснейшие люди Потому что Здесь у нас Настолько вот Все близки друг другу Настолько Мы с Сашей сейчас шли По набережной Саша видел Идем Привет Здоров В магазин заходишь Вот такое Я в шутку обычно говорю К нам когда в балаклаву Езжаешь На въезде висит Благод добро пожаловать Как это вот от всех нас Где Сейчас стоят вот эти вот А кстати Я вам насчет кораблика Рассказывал Который стоял лагом Это прямо вот здесь Здесь вот У стенки набережной Глубина 8 метров Вот прямо вот здесь Ну а где Вот эти красавицы яхты Стоят Здесь Базировался дивизион Подводных водок То есть этих причалов Не было Яхт таких Естественно Не было Здесь базировался Дивизион подводных водок Они стояли Кормовой части Прямо К стенке набережной Ну а потом Когда в 96-м году Было принято решение Создать в Балаклаве Центр яхтенного туризма Вы знаете Вообще-то Я был откровенен Все рассказывают Что Андрей Макаревич Создал вот этот Яхтклуб На самом деле Вообще Это действительно Это была его идея Но этот яхтклуб Создали Человек, который построил Вот этот катер Это Рома Рейнс Царство ему небесное Это Это Вадик Клименко Это Юра Коваленко Это вот люди Которые своими ручками Строили вот этот Вот этот участок Набережной Организовывали Создавали этот яхтклуб На самый На данный момент Этот яхтклуб Вообще-то считается Лучшим яхтклубом Черноморского побережья Да, Сочи Конечно Нас уже начинает Переплевывать Вот Ну Это временное явление И вот это вот Количество яхт Которое вы видите Сейчас здесь Это процентов 40 От того, что здесь Обычно находится За Макаревича Я начал Говорить Но это мы больше Для туристов рассказываем Конечно Что он Лоханулся в свое время Да вот Он эту идею продал Через год Так вот Яхточки Которые здесь стоят Это яхты Которые поприходили Вот например Черная вот эта Она из Новой Зеландии Пришла Вот эти две яхточки Стоят Это британцы Панама Британия Новой Зеландия Австралия Штат Короче говоря Балаклаву Балаклаву А прямо перед нами Это единственная Военная часть Которая сохранилась На территории Балаклава Это морские Пограничники Причем Вот эти все корабли Которые сейчас Здесь находятся Это все Российские Украинские Поубирали Кораблики Очень достойные Ну а сейчас Прямо по курсу У нас Это объект Благодаря которому С 1957 года Балаклава Просто-напросто Исчезла Со всех кармиров Это объект Номер 825 Мы его называем Штольм Это подземный завод По ремонту И стоянку Погода Сооружение Уникальнейшее Таких сооружений Во всем мире Одно Пытались построить На Владивостоке Но его так И не достроили Так вот И чем Это сооружение Уникальное Во-первых Его строительство Началось В 1957 году Закончилось В 1961 Ну а так как Это все происходило Во времена Холодной войны Этот объект Естественно Строился В противоатомном Вариате Так вот Этот объект Может Выдержать Прямое попадание Ядерной Боеголовки Весом В 100 кг Это в 5 раз Мощнее Той Которую Сбросили На Хиросиму Или на Гасахи Более того Скажу Этот объект На случай Ядерной войны Мог автономно Просуществовать Вот При обслуживающем Персонале Полторы тысячи Человек Здесь В этом канале Его длина 680 метров Могло одновременно Находиться 9 подводных водок В 8 надводном Положении 9 в сухом доме А вот теперь Просто включаем Воображение И представьте себе Что здесь Под этой горой Находится Склад ГСМ Арсенал Где хранился Ядерный боевый запас Завод с великолепной Шестоночной базой Общежитие Госпитал Декарня Телефонный узел Система жизнеобеспечения Это все Находится здесь Если бы этот объект Надо было использовать Как Бомбоубежище Он мог бы В себя принять Все население Балаклава Это 26 тысяч человек Представляете Объемы такие Причем этот объект Был построен По личному указанию Товарища Сталина Разработки Начались В 54 году Строительство Началось В 57 Закончилось В 61 Так вот До сих пор Если у кого-то В машине стоит GPS-навигатор Со старой программой Набирают В поисковике Балаклава Он может показать Англию Австралию Нашу балаклаву До сих пор Хочу Вам Рассказать О нашей набережной Это наша Я не знаю Я нашу набережную Обожаю Причем Обожаю С моря Она С воды Гораздо лучше Смотрится Гораздо интереснее Особенно В вечернее время Ага Я сейчас Разворачиваю Так вот До революции Она носила название Английская набережная Дело в том Что Дело в том Что Нашу набережную Вообще-то Построили Англичане Во время Крымской войны Это русско-тунецкая Война 1853-1856 Года Балаклавская Бухта Это была База Английского флота Все корабли Все, что сюда Доставлялось Доставлялось Морем И разгрузка Шла И здесь И набережная Естественно Была построена Для удобства Разгрузки Вот так вот Практически Вся первая Линия Домов Это все дома До революционной Постройки Они стоят На насыпном грунте Которые Отсыпали Англичане А вот этот дом Который Прямо напротив нас Вот трехэтажное Старое здание Это была гостиница Называлась она Гранд Отель Так вот Это была Очень престижная Гостиница Здесь Влюбили Останавливаться Все передовые Люди Того времени Ну я вам Только об одном Человеке Хочу рассказать Александр Иванович Куприн Это человек Который Просто был Влюблен В Балаклаву Он когда Впервые попал сюда Он жил В этой гостинице Причем Гостиница Далеко не дешевая Была Проживание 20 рублей В сутки Для примера Корова стоила 7 рублей Ну а потом Так как он Ни грамму Не любил выпить И имел веселый нрав Он просто-напросто Сдружился С местными рыбаками Останавливался Жить уже У них Выходил с ними В море Получал даже Рыбацкий пай И есть такая веселая история Связанная И с Куприным И с нашими рыбаками Дело в том Что у нас Как и у всех рыбаков Есть традиция Каждый улов Хороший Обмывается И вот по всей видимости После очень хорошего улова Куприн В компании своих друзей Наших рыбачков Идет на почту И отбивает Зарю телеграмму Балаклава Объявляет себя Вольным городом Греческих рыбаков Через 5 минут Ему приходит ответ Куприн Когда пьешь Закусываем И Куприс Столыпин Просто Столыпин Очень уважительно Относился К творчеству Куприна Поэтому это все Было спущено На тормозах На верхней пошло Но в историю попало Вот Сейчас Справа от меня У вас за спиной Вот это вот Персикового цвета Здание Об этом большом Я не хочу рассказывать Назад будем идти Я так Повеселю вас немножечко Продажа апартаментов Вот А вот это вот Персиковое здание Цветовое Персиковое Это был Один из красивейших Одна из красивейших Дач Балаклавы Эта дача Она в силу названия Фотомагар Ой Дальше тоже Я достану Это уже так Немножко Размеры сердца Короче говоря Перевод названия этого здания Мираж Фатамаргана Фатамаргана Вот так вот Это здание Инженера Да Это здание построил гордый инженер Завадский Для своей любимой женщины Вот Это здание было построено В мавлентанском стиле На крыше были купола Башенки Вот В советское время В советское время Это все посносили Выровняли От бурой красоты Остались только Вот эти вот арочки И вот В мавлентанском стиле Вот это вот Клицо Спасибо вам Аром Спасибо А я увеличил Думаю На данной На самом деле Этот стиле Занимался Разработками Программ Подвесировки Боевых Девушки Это вот Те самые Девкинщики Которые Корабли Подводные Лодки Взрывали Боевых Борцов Уничтожали Причем Правильно Босичком Лучше всего Причем Я вам Что хочу Сказать Наши Девкин Принимали Участие В боевых Действиях Это я вам Сочностью Заявляю Что Во время Викнамского Конфликта На американский Флот Наши Бельфины Жилы Городили Контрет Но Что такое Здесь Бельфинов У нас Не было Здесь Проходили Обучение Дрессировщики Бельфинов Тара Бельфины Находились На Кубасах Теодем Которых Обучали А Обученные Бельфины Пусть казачьи Валер Валер Находились Девочки Это я больше Для вас Рассказываю Насчет Бельфинов Во-первых Они Бегали Камикадзе Как они Корабли Взрывали На Бельфина Одевался На Бельфинов На Бельфинов Подним Ушел На Бельфин Который Безопасное Расстояние А Вот Я Сказал Еще Насчет Водолазов Поедут Клодцов Как они Уничтожали Вот Это Отдельная Бельфина Одевался На Борде Котором Укрепился Штыкнож И Вот Задача Бельфина Была Когда он В своем Квадрате Обнаруженный Постороннего Болца Подойти И ударить В определенное Место Самые Незащищенные Места У водолазов Это Бакар Спереди Магномишка Сзади Баллона Может быть Но Ударить Бел Но Когда Кильстин Обучали Вместо Штыкножа Крепился Резиновый Буляж И Все Происходило Процессирование Он Подошел Кнул За Это Рыбку Получил И Счастливо Ударился Но Когда Он Могущий Убеждался Что Убил Человека Он Бил Фронт Вот Почему По отношению К Человека Он Сторонился Отработанный Материал Он Напрочь Отказывался Выполнять Все Команды Его Приходилось Выпускать Эту Программу Хотели Даже Запреты Потом Догадались Вместо Штек Нажали Прибить И Был Соправляющей Счастливо Крови Не было Человек Олим Сразу Один Филь Это Не видел И Продолж Если я Правильно Понял У нас Кроме Сары На борту Почти Все Пьющие Люди Выпивающие У нас Один Водитель Не пьет Водитель Не пьет Ну это Сейчас Я так думаю Что Коньяк Нитакса Знаком Всем Знаком Нитакса Коньяк Греческий Наверное Я не знаю Понятно Он Кортебельский Узнан Кортебельский Троечка Ну да Тройка Тройку Пить нельзя В Коктебеле Это ужасно И четверку Нельзя Это ужасно Это не коньяк Вообще Только начинай С пятерки Коньяк Прилично Ребят Не надо Я боюсь Я почему Завел разговор О коньяках О метаксе Так вот Дело в том Что Саша Ты правильно Сказал Метаксе Все считают Что это Греческий Коньяк Причем Это Коньяк С мировым именем Это коньяк С карамельным привкусом Но мало кто знает Что свою историю Метаксо Начал Вот с этого Полуразрушенного здания До революции Это был Имно коньячный завод Который работал Только на царской Я еще раз Повторюсь Только на царской И вот Метаксо Отсюда Свою историю Начал Причем Хозяин этого Забота Далеко не грех Немец Просто после революции Надо было отсюда текать И вот перебрался в лес Иван, а что они Какую ловят здесь На берегу Стоит Это не от жен прячется А джон прячется А вот эти вот башенки Это наша жемчужина Генуэзская крепость А вот это Генуэзская Постройка 13-14 века Она именно Генуэзская Потому что там же было два города Вольна Почему два? А нет Здесь Так Я имею в виду Кто сюда приезжали Было два в Италии Вольна города Которые торговали Они между собой воевали Генуэзцы воевали с этим Я забыл Второй, как это было Бизантийцы Второй, да Бизантийцы Ну да Бизантия Два, два, два вольна города Они воевали Больна с собой Генуэзцы Таких крепостей В Крыму построили Пять штук Первая наша Здесь консул Генуэй Находился Потом Алушта Судак Феодосия И Керчь Все эти крепости Были построены На протяжении Великого Шелкового Пути Который проходил Через, ну, одно из отделений Проходило через Крым Иноисты его контролировали За это получали Немалый оброк И очень даже Неплохо себя чувствовали А насчет двух городов Я просто Я Немножко Это самое Ты меня Вбил Так вот Наша крепость Она была Это сам Поделена на два города Верхний город Это Святого Николая Где Вся знать проживала А Нижний город Это город Святого Георгия Где жили рыбаки Ремесленники Вот даже Если присмотреться Вот Вторая башня С дыркой И от нее Вправо Вошли остатки стены Вот эта стена Как раз таки Разделяла Пополам Это все А верхняя Башня Которая в лесах Находится На реставрации Вот Это главная башня Фактически Вообще-то Эта башня Это Водосборник Вот Но она Делилась На три уровня Первый уровень Уровень Это Накопитель воды Второй уровень Это Караульное помещение Вот И Третий уровень Это крыша Она Служила маяком На крыше Разводили костер В ночное время Вот И Она как маяк С моря Когда мы зайдем сейчас Вы поймете Само все Ребята Вот еще здание Очень интересное Вот Это Это Летний охотничий дом Князя Юсупова Феликс Юсупова Тот самый Который Гришку Распутина Отправил На сверху Причем Что хочу сказать Одна из Богатейших Семей России Или Один из Богатейших Людей России Юсуповский дворец Свои бока Прекраснейшее здание И вот Здесь Сразу Ребята Знаете Где появился Самый первый лифт Первый лифт В Крыму Вот в этом домике Не во дворце А вот здесь Это был Лифт Английской постройки Деревянный лифт Который системой Лебедок Приводился В движение Одним человеком Ну Юсупов был Не маленьких размеров И у богатых людей Свои причуды Ну захотелось Чтобы на второй этаж Ездить на них Два этажа Да Просто я еще раз повторяю Заметьте Не дворец А вот этот Маленький домик В свое время Генуэзцами Очень Лев Гумилев Ну и ты изучал Эту проблему Он очень глубоко И вот он писал о том Что генуэзцы поднимались Даже по Волге Поднимались туда дальше Крепости они здесь строили Да А по Волге поднимались Далеко торговали Да Кстати у многих Неправильное представление Многие думают Что вот они постоянно Нет Они раз в два года Судно приходило Раз в два года Ну судно большое Там привозило Это же много тоже написано Об этом Да Да Приходили Они жили В основном за счет того За счет торговли Да Да Ну еще не так часто Это было То есть раз в два года Примерно приходило суд на ней все заходы известны дат привозили очень дорогие товары причем заходило не одно судно одно судно привозило товары а с этим судном два-три судна которые охраняли генуэсцы вообще то были они и воины хорошие я вам изначально не сказал как балаклава на тюркском звучит а звучит она так балык юэ это значит рыбий гнездо рыбий мешок и поймите мне название соответствует полностью это я вам так рыбак говорил вам просто для примера вот эти вот сети которые стоят справа от нас это старинный греческий способ рыбной ловли называется гундерна кошельковый лов вот так вот из одной гундерны когда зимой к нам заходит кефаль за сутки поднимают до 7 тонн рыбы и вот эти гундерны вот одна и вот вторая они стоят здесь на своих местах уже где-то порядка 130 лет без каких-либо видоизменений меняется только оснастка сети столбы растяжки ну а принципово остается тот же самый причем вот эти вот гундерны это наш рыб колхоз ребята улыбнётесь знаете название это очень старый рыб колхоз ну вот еще с советских времен юга я тебе секрет небольшой открою что на ладожском озере точно так же ловят точно так вот такими же идет значит смысл такой что любая рыба она как правило если остров она ходит вокруг острова идет она идет идет она доходит до сети когда вот прямо к берегу идет идет и идет потом а потом она глупая она в ловушку попадает и сюда и зашла свое время мы ловили прямо в них мы приезжали до там ну пока нас не поймаете кто то там рыба всегда назад но я так лету что ее полно пройдет прямо в сети 3 аллогби реф am я вас до аваркиw а вот теперь я вас повеселю да 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 молодцы culto 2 но а не взятыеание нет ничего не было это времени она нет тожеża также на победе это нога стеныка понятны af wheel да то есть Они просто поднимают потом ее и все. Я вам показал изначально, откуда подводные лодки заходили, а вот он выход. Но по инженерным расчетам подводная лодка должна была выходить отсюда, ну, вернее, заходить оттуда, выходить отсюда. Ребята, но за всю историю существования этой базы отсюда вышла одна подводная лодка. Причем это настолько веселая история, я очень люблю ее туристам рассказывать. Дело в том, что пока строили эту базу, на вооружение пришли подводные лодки немножко другого класса, они были шире, длиннее. А здесь этот канал сделан радиус 30 градусов для погашения взрывной волны. И подводная лодка того класса уже, современного, она не могла полностью пройти. Зайти вовнутрь могла, в завод зайти, в сердце, а пройти полностью этот канал она не могла. А на приемку этой базы приехал Никита Сергеевич. Надо же было как-то отчитаться. Что сделали? Взяли две одинаковых подводных лодки. Нарисовали один и тот же бортовой номер. Одну загнали кормой сюда, вторая при нем зашла туда, его на катере сюда подвезли, придем подводная лодка, вышла прямо в открытое море. База была там, сзади. И еще раз повторяю, что всего одна подводная лодка вышла от себя. Класс. То, что кино... Сара, смотри, море увидишь, наконец, видишь? Наконец, море. Сара, ну что, не страшно? Ну, молодец. Мне нравится. Я ж не зря тебя уговаривал. Так вот, ребята, я что еще хотел сказать. Я думаю, ну, не секрет, что киношники очень любят балаквала. Очень много фильмов снято здесь. Водитель для веры. Вот по этой набережной на машинке они катались. Америкосы лет 7 или 8 назад снимали вот в этой школьне «Солдаты удачи». А я смотрю. Смерть шпиона. Вот этот пляжик принимал активное участие, этот пирс. Диверсанты, дикари, «Маша и море», пираты 20 века. Когда я рекомендую снимал весь пушк и прущок, он вообще на тропоте почти нею прожил. Но в пиратах 20 века не любят, когда была корабль-прухал вот здесь, вот с этого моста. Человек-анфибия, если помните, дом профессора Сальватора на скале стоял, над морем. Вот этот зеленый домик был закрыт декорациями, и дом профессора Сальватора выходил в сейферное помещение. Сарачка, а теперь я к тебе обращаюсь. Я объясняю так вот, издалека начинаю. Дело в том, что я сказал, как на тюркском «турке», как называли бухту, а вот грехи нашу бухту называли «сюмбалон», «бухта символа». Сейчас я тебе покажу один из символов, а ты мне скажи, пожалуйста, что это такое. Смотри, вот видишь, на выходе из бухты, прямо на выходе из бухты чайка сидит на скале. Вот эта вот чайка сидит сейчас на голове животного, которая смотрит в правую сторону. Вот попробуй, назови мне это животное. Включай воображение. Ну давай, попробуй. Браво. Браво. Умочка. Это действительно, эта скала так и называется «баран». А прямо перед нами этот густоян, в переходе с греческого с середой. И вот теперь опять и сам. А смотри, прямо, вот чёртно, прямо по курсу. Смотри, вот такие, как ступенечки на горе. Смотри, лоб, лёс, губы. Сара, у меня, да, самоокрание? Да, да, да. А вот прямо по курсу у нас, посмотрите, лицо. Сара, увидела, нет? Да. Вот это называется «спящая красавица». Правильно, правильно, правильно. А дельфины ещё не проснулись? Да есть дельфины, не верю на них. Сань, иногда прыгают, я тут с запросом на дом. Сегодня были, сейчас, ребят, мы найдём их. Сейчас, призовём их, они прибегут. Они прибегут сразу. Да, 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 да. Так позвали его, вот он и пришёл. Вы же позвали его, да? Позвали его, он и пришёл, да. Хорошо. Дальше будет. Ну, это не Афалий, ну вот этот, кажется, был, да? Это другой. Нет, они же, их несколько типов здесь же, этих дельфинов-то. Да. Так, там, там, там. Был пап這個,ина чем та. Да. Да. Знаете. Да, это… Да, это… Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Иди попробуй, конечно. Я сниму сейчас, как ты управляешь. Ты начнешь с катера? Да. Продолжишь подводной лодкой и подобной. Свой посадку отремонтируйте. А вот не по ОМА, допустим, пока еще в выходах нет. Ну, там она нормально, целая. Свои бюрократические. У тебя видно было, да. Не видно, кто управляет. Не видно же, кто управляет. Так, сейчас. Управляет у нас катером. Так она сейчас как-то и нас привезет. Ну да, так она же знает, куда нас везти. Конечно. Ещё серьезно, что ли? Она управляет сейчас? Да. Рулит. Рулит. О-о-о. Всё. Том экзамен будешь сдавать? Да. Тебе дядя его вопросы будут задавать? А как, да. Все эти терминологии вот морскую. Давай, 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 давай. Давай, ещё. Не знаю, я ничего. Ты понимаешь, что ты управляешь катером? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok